Следующий момент. Давайте рассмотрим, как это все строится в MatCAD. Вот у нас есть наша цепь, и есть величина CREDS. Угловая частота у нас меняется от единицы с шагом до тысячи. Это пока в дальнейшем мы это все изменим. Что мы делаем? Мы записываем Z от функции Омега в общем виде. Единственное, вот здесь я должен еще добавить величину сопротивления, которое включено последовательно. Плюс R. Следующий момент. МатCAD сразу узнает, что такое комплексная величина. Его не надо упрашивать, заставлять, как-то преобразовывать. В данном случае, вот эта величина Z в функции Омега. Если мы ее посмотрим после упрощения, то будет вот такая величина. Мы записываем просто Z от Омега, записываем величину сопротивления в общем виде для нашей цепи. Вот она как получилась. И дальше берем и функцию Омега. Но это величина комплексная. Ток в комплексной форме. Нам для того, чтобы построить наш график, нужно сделать зависимость тока, то есть действующее значение по модулю. Как это делается? Мы берем на графике, здесь, где функция зависимая, ставим угловую частоту, здесь ставим и функция Омега, и берем величину по модулю. То есть вот здесь у нас есть калькулятор, и здесь абсолютное значение. Дальше, меняя угловую частоту, вот она, угловая частота, мы можем увидеть изменения наших. Это и есть частотная характеристика. То есть где-то мы можем дойти до такой величины. Так, попробуем поставить. Вот. Тогда у нас выйдет этот график наш. И будет параллельным. То есть он будет стремиться к некой угловой частоте. Давайте поставим 6. У меня тоже 6 не идет. 5 с половиной. Давайте 5 остановимся, в принципе, на 50 тысяч. Вот. То есть это и есть у нас зависимость тока от угловой частоты, частотная характеристика. Можно поставить сетку, линии сетки, для того, чтобы посмотреть, куда у нас стремится и так далее. Вот. 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 Личина тока. И. 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 И дальше. Смотрите. Здесь у нас z. Омега. Это первая гармоника. Дальше. Если мы будем строить пятую, пятнадцатую, там, двадцать пятую гармонику, соответственно, нам надо будет это все на одном графике показать. Что мы делаем? Что мы делаем? Мы делаем вот здесь. Для пятой гармоники ставим цифру 5. z5. И везде, где Омега, мы ставим цифру 5. Вот. И. Соответственно, величина тока. Ctrl C. Ctrl V. Вот. Так же у нас должна быть цифра 5. z5. Так как EDS у нас не меняется. Вот здесь, на графике, мы сами ставим так же. 5 только теперь уже. Омега. Берем по модулю. Ну и давайте, давайте мы чуть-чуть меньше поставим. Четыре. Так не получается. Да? На одном графике все у нас. Построить. Так. Так. Вот 2 как построить. Так. Ну давайте 25 поставим. Да. Все. Вот построила. Теперь. двойным черточком мыши мы в линии графика делаем. Просто так линию. Окей. Вот. На графике видно, что у нас две частоты. Первая частота просто Омега. Вторая 5 Омега. Пять раз больше. Пятнадцатая гармоника. Здесь будет у нас цифра 15, 25, 25. Давайте это сделаем максимально быстро. Единственное, что у нас вот здесь. Либо нам надо угловую частоту тогда задавать другого немножко. Переменные. Так. Ну попробуем это все-таки повернуть. Копируем. Вставляем. Там есть 15 поставим. Папа. 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 Вот здесь там 15. Вот. И мы на графике. И мы на графике. Строим также. И 15. Омега. По модулю. Так. Соответственно. Я так понимаю, что в итоге мы придем к десяти тысячам. Да. 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 Вот. Зависим. Вот. Зависим. Вот красиво. Ну и 25. 25. 25. Сночку. Здесь ставим. Вот. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Все. И вот здесь остается нам. Добавить. Оливей. Здесь нам остается добавить E25. Функция Омега. Дополнительно. Модулы. Ну. Считает. Отлично. Так. Линии графика. Можно цвета чуть-чуть другие выбрать. Ок. Вот. Конечная наша точка. К чему мы должны прийти. То есть это первая гармоника. Пятая. 15. 25. Все. Они стремятся к одному и тому же значению. Только. Вот. У нас стоит. Максимальное значение. 66,656. На этом все. Сохраняем. До новых встреч. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы. Буду рад ответить. Помочь. Чем смогу.